В Одессе шесть вечера вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. В районе седьмого километра загорелась фура. По информации наших корреспондентов, грузовик вспыхнул в считанные минуты. Тушить огонь прибыли два пожарных расчета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Хотя в автомобиле был полный бак топлива. Войны АТО сразились в соревнованиях по стрельбе. В качестве спортивного оружия выбрали малокалиберную винтовку. Трех лучших стрелков ждут грамоты и ценные призы. Мероприятие провели в честь Дня независимости. Все подробности в сюжете Екатерины Банковой. Иван служил в сводном отряде ДК Качка в зоне АТО. Теперь старается поддерживать себя в боевой форме и дома. Всего в соревнованиях приняли участие 25 участников АТО. Мероприятие приурочено специально ко Дню независимости. Приближается День независимости. Ну и праздники люди обычно отмечают какими-то своими успехами, какими-то делами. Поэтому члены нашего коллектива, а точнее нашей спилки, решили, чтобы День независимости отметить таким мероприятием, как провести стрельбы. Но для того, чтобы враги не забывали, что хоть мы уже и ветераны, еще можем и пострелять, и повоевать за нашу Украину. Екатерина Банкова, Алексей Филиппов, 7 канал. Лишить лицензии муниципальную охрану. Такого решения добиваются представители областной ассоциации работодателей Юга Украины. В организации собираются подавать в суд и оспаривать решение исполкома о создании муниципальной охраны. Мы будем подавать в суд о привлечении к уголовной ответственности о нарушении предпринимательских прав, уничтожении имущества. Поэтому ко всем работодателям, предпринимателям обращаюсь. У кого есть документы, которые незаконно снесли, мы окажем содействие в подаче в суд возмещения ущерба, нанесенным этим предпринимателям. Эти люди выполняют строго данные команды. Они не будут разбираться с документами. Они приезжают без юриста. Никто не будет читать ваши документы, никто не будет разбираться. Нарушено, ваше право не нарушено. Они нарушают ваши права, они не нарушают. Это не их задача абсолютно. 15,5 миллиардов гривен принесло в бюджет таможенное оформление контейнеров в Одесской области за 7 месяцев 2018 года. Это на 3 миллиарда 400 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации. Фитосанитарный контроль в режиме импорт прошли 8 399 контейнеров почти на 200 тысяч тонн овощей и фруктов. В целом в Одесской области растаможили почти 29% от всех импортированных через территорию Украины контейнеров. В этом году капитальные инвестиции в развитие портовой отрасли превысили 2 миллиарда гривен. По информации администрации морских портов Украины, в 2016 году эта сумма была скромнее – 650 миллионов. Составляют именно уже львиную долю капитальных инвестиций этого года. Это реконструкция гидротехнических сооружений причала номер один, который у нас уже договор подписан. И вот мы начнем строительство. Это порт Черноморск. Как вы знаете, продолжается и я надеюсь, что продолжится строительство и завершение проекта по карантинному моллу. Это наш проект в Одессе. Также в Одессе продолжают ремонт причала номер 7. Всего по плану реконструкция 104 объектов портовой отрасли по всей Украине. Все эти проекты находятся на разной стадии реализации и входят в стратегию развития морских портов Украины на период до 2038 года. В Одессе обсудили формирование судейского корпуса Верховного антикоррупционного суда. Эксперты дискутировали касательно отбора кандидатов, особенностей проведения конкурса и гражданского мониторинга. На должность судья антикоррупционного суда подали документы судьи, адвокаты и научные сотрудники. Всего ожидают около 500 кандидатов. Порядок проведения конкурса контролируют международные партнеры. Порядок проведения конкурса, который происходит, чем больше будет участников конкурса, тем лучше будет для всех, потому что у комиссии будет возможность выбрать найкраще. Все, что будет происходить на каждом из самых меньших этапов, будет монетироваться со стороны Transparency International и наших партнеров из гражданского сектора. В разе самых меньших технических порушений, технических зауважений к процедуре, каких-то вопросов о манипуляции списком кандидатов, мы обязательно будем в первую очередь про это заявлять нашим международным партнерам, которые, в том числе, стали одним из инициаторов в створении Украины в Верховном антикоррупционном суде. Это Международный валютный фонд, Световый банк, а также Венецианская комиссия. Этап подачи документов на замещение вакансий продлится до 14 сентября. Окончание всех этапов отбора планируется на весну следующего года. В Одесской полиции стало на 20 участковых больше. Сегодня на верность народу присягнули 16 парней и 4 девушки. Как отметили в полиции, эти офицеры во время обучения показали свою прилежность и выдержку и полностью готовы к выполнению своих обязанностей. Хроники автохамов или как водитель джипа припарковался практически на входе в магазин. В соцсетях одесситы поделились видео, где владелец внедорожника Киа Соренто подъехал к раздвижным дверям у входа в эпицентр на 6-м километре Авидеопольской дороги и фактически перекрыл нормальный доступ в торговый центр. Не дождавшись автохама, сотрудники магазина убрали джип обычным погрузчиком. И пока это все новости у нас к данному часу. Сразу же после выпуска новостей смотрите ток-шоу «Прожектор». Ну а итоги дня подведем, как обычно, ровно в 8 вечера. Оставайтесь с седьмым, будет интересно.